здравствуйте я приехал с арбитражного суда у меня было судебное заседание уважаемые господа можно я вам объясню чтобы приставов что называется крайними не делали в этой ситуации вы против я боюсь просто эмоциональный чек что не страшно всем эмоционально не учился нисколько уважаемые господа что вы понимали и мои коллеги из полиции как звучит исполнительный лист вот внимательно запретить фурсову андрею витальевичу он страх дмитрий сергеевич производить строительство благоустройство отделочные работы производить земляные работы подключение коммуникаций в спорном строении торговом павильоне на земельном участке с кадрственным таким-то расположены по адресу московской области химки юбилейный проспект белизи дома 78 как поступает судебный пристав я вам прочел я не имею права вы знаете шаг влево шаг права судебного решения исходить когда это производство было возбуждено господину страх под роспись была вручена как постановление возбуждение вы видели так и требование так как уже тогда был в июне подключен свет отключиться от света исполнить судебное решение в полном объеме благодаря вашему вызову мы убедились что это решение не исполнено правильно вот по этому поводу я как судебный пристав имеют или право требовать только у должников указанных судебном решении у господ фурсовой господина страх господина страх я неоднократно вызывал пытался его привести не могу его найти сегодня ко мне явился его законный представитель я вынес штраф есть такая статья 1715 часть 1 неисполнение судебного решения не имущественного характера вы второй раз вынес требование что потом еще раз оштрафовать через пять дней но вы одну вещь поймите что должник поставил перед фактом здесь осуществляет торговлю лица дни неизвестны я как видел как мне показывали органы полиции здесь какой-то господин керимов осуществлять проверку выдачи разрешений на торговлю правильно правильно да да так секунду как подсоединилась как где этот самый как санитарная этот самый санитарное обслуживание ведется это не мои вопросы почему-то все время поворачивается к тому что судебный прист я не могу привлечь к уголовной ответственностьite то что это физлицо тел tr distopята статья уголовного кодекса предусматривает ответственность только руководителя организации поэтому я всем объясняю и вам объясню господа я даже когда помните опечатываю да где было сорвано непонятно кем я даже результат не могу найти потому что если бы это сделал должник страх или там фурсов да вот их я бы мог привлечь к ответственности а здесь все сделано сами видите как его поэтому я вам объясняю ситуацию я как Я как судебный пристав, еще раз фиксирую, у меня уже несколько актов, в том числе и вы подписывались. Я как старший судебный пристав фиксирую еще раз, что в помещении, в спорном, которым суд запретил подключение коммуникации и благоустройства, осуществлено и подключение, и благоустройство. Это мы все осуществляли. Органы внутренних дел предупреждены. Прокурор города проводит проверку, по моему заявлению. И по моему. Да, руководитель, замглавы администрации города и администрация города предупреждена. Давайте не путать вопросы судебного решения и вопросы торговли. Поэтому я вам объясняю, господа. По закону я только имею право штрафовать и выносить требования. Но у меня есть право после того, как я вынесу штраф, и чтобы злостность доказать, обратиться в суд об изменении порядка исполнения. Обратиться в суд с просьбой, что так как не исполняется добровольно, изменить решение. Например, если суд примет решение отключить от коммуникации, да, и соответствующие требования, я уже тогда могу выставлять в химэнерго, там, или как он там так называется. То есть, чтобы вы правильно поняли. А, отключили, да? Все, уже отключили. Вот видите, наверное, как-то администрация, либо кто-то принял. Все уже извину, извину, извину. Вы приняли меры. Вот, уважаемые господа, я хочу, чтобы вы, уважаемые граждане, я хочу, чтобы вы поняли ситуацию. А то приставы, приставы, да, это обсуждение. Вот я рассказываю, как есть. Моя задача, если я увидел какой-то, да, как, наверное, любой гражданин, тем более орган, да, принудитель. Увидел ситуацию, этот самый, везде заявление, соответствующее заявление подал. В моей части я имею право работать только с должником, которого до сих пор не видел, после того, как он у меня во всем расписал. Поэтому после вынесения штрафа, первый я сегодня вынес, да, сегодня законный представитель был, Я буду вместе с администрацией, как она, как взыскатель здесь выступает, обращаться в суд о возможном изменении порядка исполнения. В данном решении суда только страхи курсов обязаны сделать, я ничего не могу сделать. Их обязывает суд. После этого, когда мы обращаем, об этом, кстати, говорил представитель администрации, тоже правильно говорил, что этот самый, не будет исполняться решение суда, мы обратимся в суд об изменении порядка, да, об ужесточении порядка исполнения. Вот, в принципе, все, все, что я могу вам по этому поводу сказать. Так, обращайтесь, вот, послушайте. Нет, подождите, я должен, злостность должна быть, как минимум два раза я должен оштрафовать, еще раз дать ему пять дней срок. Извините, вы уже три раза акты составляли. Нет, так, это не штраф. Ну, так штрафуйте по акту. Вот, сегодня я штрафовал, первый раз у меня был. Нет, не первый, а три раза надо штрафовать. Вот, поэтому дайте мне время и возможность. Если сегодня мы разойдемся и свет мне включится, что тогда? Надо натравливать одни по другим. Что-то, опять, опять ко мне вопрос. Обращайтесь, у нас все будет. Нет, хорошо, а как мы должны реагировать? Опечатывайте, опечатывайте. Вы должны опять опечатывать? Опечатывайте, мы настаиваем на опечатывание. Еще раз, можно я объясню. У меня должники, которых обязывает суд. Здесь должники не охотятся. Опечатав помещение, я превышаю полномочия и запрещаю неизвестным мне людям заниматься какой-то работой и деятельностью. На каком основании? А на каком основании они втелились? На каком основании они втелились? Мы их не просили. Пусть разбирается соответствующий компетентный орган. В моей части, в моей части, я перечислил, я перечислил, куда я направил заявление. Полицейский был. Да. Есть понятие незаконного предпринимательства, есть понятие незаконной торговли. В моем понимании, как может торговля осуществляться в помещении, в котором суд запретил эксплуатацию и пользоваться. Пусть разберутся. Куда мне еще фиксировать? Послушайте внимательно. Вот мы сейчас разойдемся. Они пойдут в НРК и подключатся. Дальше там что делать? Кому обращаться, если они подключатся? И будут продолжать торговаться. И будут продолжать работать. Что дальше? Я так понимаю, опять же обращаться с сигналами прокурору и органами. Вот сегодня мы и прокурору, и в суде. Ну вот видите, все собрались, реагируют, и полиция реагирует, и администрация реагирует. И на горячую линию мы звонили. И горячая линия уже боится. Я думаю, что это благодаря администрации, потому что я не могу требования к именам Гарсбот направить. Наверное, они как-то с ним это говорят. Отключилась и убедилась. А если они возьмут какой-то моторчик, какой-то моторчик есть, что можно свет? Ну да. Генератор какой-то. Что дальше, если они подключат его? Опять узнавать, как подключатся. Понимаете, как это все? Это все так можно доиграться до того, что... Не станут нам головы морочить, когда мы уже целый год почти с ним мучаемся, и никто нам не поможет. Там судья его подруга, все ему подпевает. Давайте мы это опустим. Я вас прошу. От нее пущу я этот момент. Не имею права не комментировать, я ничего незаконного не вижу в действиях суда. Никто с ним не имеет права комментировать. Что хочет, то и делает с людьми. Я ничего незаконного в действиях суда. Подруга его. Так он же стул, какая подруга может быть у него? У него друг Шахов. Он тоже стул. Я, знаете, все пытаюсь объяснить. Я и в прошлый раз вам объяснял. Мы настаиваем на отпечатывании. Просто кто-то, я не знаю, кто, хорошую позицию занял, что это приставы разрешили торговлю. Вот я еще раз, кто хоть чуть-чуть понимает в работе приставов, я вам зачитал судебное решение. Да, да. Слава Богу. Они только исполняют. Да. А то я что-то смотрю, опять я смотрю, со всех сторон звонят, что вот вы приставы разрешили. Значит, слушайте внимательно. Я еще раз вам объясняю. У меня нет такого решения. А слушайте, пожалуйста. Вот если было бы решение, можно еще раз объяснить? Если будет решение. Потому что мы не знали, мы не знали кто как, и мы это им опечатывали, надеялись, что должники появятся. Ну и что, опять сарвут, и что? И опять скажут незнакомые люди сарвали. Это же не страх и не курсов пришли сарвали, вы же поймете. Это только жизнь. Послушайте внимательно. Что из меня дурака делать, а штрафов... Мы вас предупреждаем о том, что мы пишем трансваранты, мы выходим на Ленинград, на пикеты. Через каждые 50 метров нас соберется много людей, и мы будем писать, что творится на схемках. Туда проезжают и делегации, и туда проезжают все. И мы будем стоять с двух сторон, на Ленинградке. Мы вас предупреждаем. Вот так. Спасибо, я понял. Просто, чтобы вы знали, господа, вот, все зафиксировано, все. Это не входит в порядок исполнения суда. Еще раз объясню. Я вам объясню. Ну, вы же меня уже не знаете. Есть такое понятие приостановления деятельности. Если бы было такое решение суда приостановления деятельности, я бы действительно все опечатал. Приостановление это означает всех выгнать и опечатать. А у меня, я вам читаю, решение суда при действовании... Да, я обращусь в суд. А штрафы я обращусь в суд. А можно вопрос? Суд обязательно у меня потребует... Где подтверждение злостности неисполнения? Злостность неисполнения это несколько наложенных в мое штраф. Только после этого я могу обратиться в суд об изменении способа и порядка исполнения. Штрафуйте три акции. Вот сегодня уже первый раз о штрафе. Акты копия я могу дать только представителям сторон производства. Администрация у нас взыскатель, поет запрос... Ничего у нас есть представитель сторон. Где она, Ирина? Она слиться с ними. В судебном решении всего две стороны. Должник и взыскатель. Они имеют право знакомиться с материалами производства. Взыскатель у нас администрация, должник у нас курсов и страх. Не только администрация. Объединили дело. Была администрация с ломбардом. Где Ирина? Отошла? Еще раз, можно? Я судебный представитель. Я знаю, я знаю все. Вот у меня две стороны судьей прописаны. Это тогда было. А сейчас объединили дело. Администрация города Кинки и два должника курсов и страх. Это была администрация. А теперь они идут вдвоем. Ломбард и администрация совместно идут. Когда ко мне поступит исполнительный лист из суда, вот такой документ, то я, естественно, буду знакомить стороны производства. Хорошо, они возьмут от суда запрос. Сделают все, чтобы ознакомиться. Потому что я не раз разговаривала с Ольгой Буравцей, которая ведет это дело в администрации. Она все время отвечает, не, некогда, не, некогда. Возьмите вы, принесите мне. Вот так она отвечает. Давайте мы с тобой обратимся. Вот, поэтому мы приглашаем, просим ломбард заняться этим делом. У них дело одно идет, одно. Их объединили в одно дело, и они теперь вместе идут. Ну, понятно. Будет решение, что, может, она еще не вступила в силу, и я получу... Давайте напишем Шириновскому. Извините, а у меня вопрос. Спасибо, Россия. Вы в прошлый раз в пятницу опечатывали ларьки. Почему сейчас вы не можете это делать? Почему в прошлый раз делали, а в этот раз не можете? Потому что в прошлый раз были помещения закрыты, рульставнями. И те закрытые помещения, для того, чтобы без нас не открыли их, я их опечатал. А сейчас какой смысл? Тем более внутри люди. А в прошлый раз людей не было. А вы представьте себе, какие-то печати сорвут, и те же торговцы напишут, что что-то украли. И что я буду делать? Кому я вручу эти печати? Я же должен ответственного охранителя определить. А в прошлый выходной, значит, не было ни ларьков, ни мяса, ничего? Нет, все было. Но я опечатал для того, чтобы явились должники в отдел. Для того, чтобы явились в отдел, если вы помните, там были извещения явиться в отдел. Для этого я опечатал, а не для того, чтобы какие-то по этому поводу разбирать. А для того, чтобы сорвали печати, никакой ответственности за это нет. Потому что это не должник делал. И не должнику вручалось под ответ хранения. Он же прячется. Да. И то же самое охрана говорил. Мы не знаем, ночью кто-то пришел с Сарова. Чтобы вы поняли логику. Это я сделал для привлечения должника, чтобы он явился. А видите, как произошло? Все ясно. Наплевали, да. Грубо говоря, наплевали. Поэтому что я говорю? А здесь я уже не имею права. Конечно. Здесь что-то пропадет. Если опечатать, я должен кому-то вручать на ответ хранения. Все переписывать, что здесь есть. И вручать, опять же, кому? Должнику. А он согласен это принять? Понимаете, как вот. Поэтому мое дело требование штрафа. Требование штрафа. Потом обращаться в суд об изменении способа исполнения. Хорошо. По способу исполнения обязать должника. Вот видите, ничего не получается. А если не затруднит, представьтесь, пожалуйста. Начальник Лунуц. Нужно. Начальник Химкинского районного отдела судебных приставов. Лоркибанидзе Тарашлихович. Очень приятно. Спасибо большое. Господа.